По всей Чукотке к 9 мая открываются выставки о Великой Отечественной войне. Музейный центр наследия Чукотки не остался в стороне. Здесь представили экспозицию «Память», посвященную победе советского народа над немецким фашизмом. Память о войнах, прошедших тяжелый путь боевых и трудовых сражений Великой Отечественной войны, бережно хранят во многих семьях России. Ежегодно в главном музее округа готовят экспозиции, посвященные победе советского народа над немецким фашизмом. На днях здесь открылась выставка «Память». Ее авторами стали сотрудники музея совместно с коллекционером Валентином Мастяевым. В этом году мы несколько сменили формат выставки, которую готовим обычно. Мы решили показать не те материалы, которые хранятся в войне в нашем фондовом собрании музея, а большое спасибо Валентину Ивановичу, потому что он часто с нами сотрудничает. И в этом году мы решили рассказать в таком формате, семейном, простом историю одной семьи. И благо есть человек, который как раз эту историю хранит. Валентин Мастяев долгие годы собирал коллекцию о своих родственниках, ветеранах фронта и тыла. Дополнял ее марками, памятными знаками, монетами и значками к юбилеям победы. О значимых сражениях и городах-героях, о великих полководцах Великой Отечественной войны. На выставке представлены сотни монет и десятки марок, отражающие события Великой Отечественной войны. Монеты еще выпускают, сейчас больше стало выпускать военные тематики. Потом оружие победы, например, сколько сейчас повыскали оружие победы. Тоже интересно, некоторые даже не видят, не знают. А нужно, чтобы препагандировать, больше таких выставок проводить, чтобы дети интересовались. Там заставки какие-то, там муляжи, там что-то еще, в общем, разные всякие, чтобы люди знали. Вот я думаю, что нужно, вот сейчас, особенно в преддверии вот этих событий, и особенно Дня Победы, обязательно нужно, чтобы все знали об этом. Также на выставке присутствует и отдельная секция, посвященная семейным наградам, которые в свое время получили родственники Валентина Мастяева. Экспозиция будет интересна всем от мала до велика. Она будет работать до середины мая на первом этаже музейного центра. Владимир Никиченко, Александр Кузьминов, Вести Чукотка.